Тарифы на коммунальные платежи в следующем году будут заморожены. Речь идет о том, что все регулируемые тарифы должны остаться на уровне второго полугодия 2020 года. Это прописано в указе губернатора о максимальных индексах изменений тарифов. Правило распространяется вплоть до 31 декабря 2021 года. Мы впервые расписали детализацию по каждой услуге. И по каждой услуге прописали максимальный предельный уровень тарифов. И связано это как раз именно с тем, о чем говорит Сергей Иванович, что есть полномочия федеральные, как бы мы ни хотели, есть полномочия регионов. В указе прописаны все коммунальные услуги, кроме электроснабжения. Цены на электричество регулирует федеральное правительство. Мы направили официальное заявление Федеральной темнопольной службы России с просьбой не допускать рост тарифов на электрическую энергию для населения на 2021 год. По направлениям газово-тепловая энергия, газ, водоснабжение, водоотведение, твердые коммунальные отходы, то, что регулируется регионом. По мнению областного правительства, необходимо разработать изменения в федеральное законодательство. Речь идет о возможности согласования с регионами ежегодной индексации тарифов на электроэнергию, либо же в целом передачу этой темы регионам. На совещании обсудили и дальнейшую модернизацию теплоисточников. Только в этом году на техническое перевооружение и ремонт ТЭЦ затрачено 344 миллиона рублей инвестиций. На ТЭЦ-1, к примеру, заменили трубопровод основной магистрали западного вывода. Она обеспечивает теплом все дальнее засвияжье. Во-первых, увеличили пропускную способность. Ранее на этом участке был трубопровод диаметром 500 миллиметров. В этом году мы смонтировали почти два с лишним километра трубопровода диаметром 800. Это, прежде всего, направлено на увеличение качества, надежности. В следующем году на модернизацию ТЭЦ и теплосетей будет направлено свыше 1 миллиарда рублей.